Первый вопрос, который стоит перед любым туристом, жилищный. И здесь все зависит от того, сколько денег готовы отдать за отдых. Этот отель 4 звезды. Лучшее, что можно найти в Феодосии. Ну или самое дорогое. За 10-300 здесь вас поселят в стандарт двухместный с легким запахом табака. Обычная мебель, маленькая плазма, аккуратненькая и простенькая. Стоимость проживания включен в завтрак, пользование тренажерным залом и двумя бассейнами. Внешняя гостиница выглядит очень даже презентабельно. Но крымчанину это не по карману. Всего 15% отдыхающих мест. В основном позволить здесь отдыхать могут себе гости с материковой части России. Но открытие для русского туриста Турции внесло изменения в жизнь гостиницы. Загрузка нашего отеля 60-70%. Как планово она у нас идет, конечно. Мы наблюдаем, что есть какой-то процент отмен бронирования. Есть такая тенденция. Но все-таки мы тут же как-то заполняемся. Самый дешевый вариант, который может быть в Феодосии, это 300-400 рублей. Простенькую комнатушку можно найти сразу по приезду, не покидая вокзала. Хозяев жилья под ключ можно опознать по табличке и запаху алкоголя. Почему-то большинство из них пытаются найти клиентов, будучи под шефе. И не вздумайте сказать, что вы из налоговой. Разбегутся и следы их простыл. Большинство этих бизнесменов – нелегалы. На городские пляжи лучше не ходить. Особенно на тот, который в народе именуется детским. Первое, что вы увидите при входе – это туалет и насосная станция. Запах моря здесь заменяется запахом нечистот. Сюда выходят канализационные трубы. Детки приходят с колясками, а не пройти эти вам, бедные, если эти коляски тащат через все эти трубы. Дети спотыкаются. Прошли дожди, вся вот эта канализация выливалась сюда. Недавно был какой-то порыв или выливалось все сюда. И дети стоят и прыгают, плечатся. Они же не понимают, что это канализация. Чистота и благоустройство пляжа зависит от арендатора. Здесь, к примеру, за шелом берут 100 рублей, а вот за территорией следить и не думают. Вокруг лучше не смотреть. А вот когда плаваешь, просто необходимо следить, чтобы не врезаться в трубу. Отдыхать на этом пляже могут только крайне неприхотливые люди. Любопытно, что их здесь немало. Чударше по направлению к набережной пляжи более цивильные, но почему-то менее заполненные. Местные дают совет, чтобы отдохнуть на чистом оборудованном пляже и обойтись без транспорта. Чтобы попасть на хороший оборудованный пляж, приходится ехать за город Феодосии. Мы добирались сюда 20 минут. По жаре в пробке мы ехали со скоростью 5 км в час. Спасал только лишь кондиционер. Единственное, что сейчас хочется, окунуться в холодное море. Здесь и покушать можно, в хорошем ресторане. И чем детей занять есть, и душ для желающих. При этом всем наслаждаться чистотой пляжа и моря. Цены на шезлонг здесь, соответственно, выше 150 рублей. Сходить в душ будет стоить 30. Но можно и сэкономить, расцелив полотенце прямо на песке. О платежеспособности и количестве туристов можно судить, заглянув в любое кафе на набережной. То, что увидела наша съемочная группа в обед, это пустота. В это время у Тиграна раньше были заняты почти все столики. В этом сезоне все они пустуют. Бизнесмен получает сегодня на 20% меньше ферычки, чем в прошлом году. Бизнес идет, сравнить с прошлым годом очень слабо. Но в прошлом году больше народа было, чем сейчас. Не знаю, что тут люди жалуются, потому что в аэропорта билеты очень дороже. И никто не хочет приехать сюда, в Крым. Не скрывать, цены тоже повысил примерно на 15-20%. Зависит это от рыночных расценок, которые не перестают расти. Семь шашлык можно отведать по 150 рублей за 100 грамм. Баранину за 180, форель стоит 100 рублей, а сомга 220. Покушать и тиграны можно примерно за 600-700 рублей. Но только обедать теперь не приходят. Кафе наполняется только по вечерам. Море шелманов, вещевые рынки, лотки. Все это густо сконцентрировано в проходных местах. Прогуляться лучше по просторной набережной. О Феодосии суждений много. Мы встретили как довольных, так и возмущенных отдыхающих. Но один показатель на лицо туристов в этом году гораздо меньше. А это значит, попробовав Феодосию на вкус, российский турист возвращаться сюда не захотел. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Феодосия.